Прошу передать слово депутату Балицькому. Будь ласка. Добрый день. Хотел сегодня поговорить о выборах. Ситуация, которая сложилась на местных выборах, является крайне неприемлемой для любого демократического общества, тем более для нашей страны, которую мы пытаемся строить. Более грязных и проблемных технологий, которые были применены со стороны административного ресурса, даже нельзя было представить. Поздний Янукович отдыхает по сравнению с тем, что исполняла власть на округах. Если говорить о том, что в городе Харькове более 500 человек, более 500 советов были лишены своего права избирать свою власть. Депутатов областного совета зарегистрировали за 36 часов. Такого унижения своего народа, своего избирателя не допускала еще никакая власть в Украине. В городах Мариуполь были сорваны выборы, практически отменены. Те мероприятия, которые применила власть для того, чтобы сорвать выборы, были крайне неприемлемы для нашей страны, когда люди заходили с оружием, когда на выборах применялись грязные технологии, в результате чего были отменены выборы. В городе Мелитополе прошли выборы, когда 50% оппозиционный блок получил в городе. Сегодня не дают старая власть, бывшие регионалы, которых пригрела партия «Солидарность» Петра Порошенко. Пригрели этих людей, которые сегодня не дают возможности собраться новому совету. В Бердянске можно, а в Мелитополе, где 50% победил оппозиционный блок, нельзя. Это избирательное право необходимо отменить в отношении к нашим избирателям, к нашим людям. 35% явки на округах – это красная карточка власти. После того, что 35%… Если на Западе люди не приходят на избирательные участки для того, чтобы выразить свой протест, то, к сожалению, наше общество, когда чувствует свою обиженность и униженность со стороны власти, люди просто не ходят на выборы. И вот эта низкая явка – это и есть показатель, которым можно сегодня оценить уровень доверия к власти. Мы будем требовать перерасчета голосов на целом ряде округов – Кировоградской области, Киевской, а также требуем перевыборов в городе Харькове, где избиратель был лишен своего права провести во власть свою партию. Необходимо понимать, что власть в первую очередь – это ответственность. Власть – это ответственность. Не бывает полномочий без ответственности. Если бы в Виннице не провели выборы, и губернатор наверняка бы улетел со своей должности на следующий день. А в Мариуполе можно. Жибриский продолжает занимать свой пост. Такого отношения терпеть нельзя. Мы считаем, что власть в первую очередь должна быть ответственна. И перевыборы, необходимые в некоторых округах, это должно собраться в согласительный совет и принять решение по этому вопросу. Продолжение следует...